Ракуха, как же туха? Да вот, решил свой комп продать, купил моноблок. Деньги на донат нужны? Ну ты даёшь, братуха. Да будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Отличная броня и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. И без всякого доната, на гипс сразу пойдёт. Оу, ай, вот это подойдёт. Ностальгия пробирает. Анакон я вспомнил. Блин, правильно сказал капитан Очевидность. Анакон, реально, я думаю, чё же мне эта пушка напоминает? А оказывается, реально Анакон. Приветствую вас, леди джентльмены, други подруги. С вами Рокутагин, капитан Очевидность и Бенели М2СП. Новое оружие для класса Медик. Которое, к сожалению, пока что полноценно нельзя оценить. Потому как, кроме внешнего вида, здесь ничто не является законченным. А характеристики оружия так вообще. Такие, знаете, очень-очень первоначальные. И однозначно, как сказали разработчики, будут меняться. Но что сразу видно, это сходство, ребята, с Анаконом. Но, ностальгия пробивает. Правда, здесь текстуры, конечно, современные. И вообще, надо признать, пушка реально красивая. Внешний вид анимации. Расцветочка сок. Красивый уникальный прицел. А кроме него, кстати, есть ещё уникальный пламегаситель. В общем, выглядит действительно занятно. Я бы сказал, знаете, пушка такая вот, я же попробовал, да? Эргономичная. С ней приятно играть. Именно, знаете, приятно стрелять. Так вот, двигать эту модельку. Моделька небольшая. Не загораживает обзор. В общем, душевно. И, конечно же, новинка опять. Это оружие для модификации. Да, опять говно. Моды. Моды, о которых мы говорили. Противником которых я, на самом деле, не являюсь. Я являюсь противником деталей. Ссылка, я могу это обсуждать каждый раз. Но вы и так всё знаете. Пожалуй, пока что не будем. А вот о самих модах мы поговорим. Уникальных модов здесь два. Урон по конечностям, который, кстати, реально добавляет нагибные свойства. Прямо ощущается. И мод, который, внимание, увеличивает количество дроби. Что для многих будет шоком. Ведь при этом там написано, что он ещё немного снижает урон. Но на самом деле количество дроби означает повышение урона. Ведь каждая дробинка это определённый урон. Так что урона всё равно больше становится. Его становится почти 800. И, кстати, вот у нас дефолтные ДТХ данного дробовика. Ничего особенного, но сойдёт. И какая сборка модов, по-твоему, лучше? Да хрен его знает Капитан Очевидность. Оружие, опять же, не настроено. Моды работают, во всяком случае, один из них немного странно. Тот самый, который на количество дроби. Теоретически, если его поставить, дробовик должен быть малоэффективен на больших дистанциях. Но при этом очень эффективен на ближних. Потому что урон космический. И ваншот должен быть великолепный. Однако так не происходит. Мы с ребятами самые разные сборки собирали на супертестовом сервере, в общем, на этот дробовик. С одним уникальным модом, с другим уникальным модом. И всегда всё сводилось к следующему. Дробовик полное дно на ближней дистанции, на родной дистанции медика. При этом на дистанции штурмовика он может перестрелять того же самого штурмовика. Я вам честно говорю, это более жёстко, нежели в своё время даже Кобра и Страйкер. Погоди, братуха, это же имба выходит. Нет, капитан Очевидность, вряд ли это будет имба. Это опять же, друзья, супертестовый сервер, чтобы блогеры, кибершпроты попробовали эту пушку, сделали какие-то выводы, обратились к подписчикам, собрали фидбэк, каким этот дробовик хочет видеть аудитория Warface. И потом уже на основе этого всё довели до ума. Отполировали, так сказать. Отполировали или отпарафинили. Очень созвучно, сука. Да. Подозреваю, что пушка станет новой метой. Да вот хрен его знает, капитан Очевидность. Станет этот дробовик метой или не станет, это будет зависеть от того, во что он на самом деле превратится. Ведь помимо красивой шкурки, сексуальных модулей, внешнего вида и действительно приятных анимаций, у нас ничего и нет. И тут, друзья мои, конечно же, возникает вопрос к вам. Что вы хотите видеть? В игру вводят новый полуавтоматический дробовик. Не знаю, многие из вас вообще не хотят ничего нового видеть, хватит. Но, тем не менее, как бы, вводят и введут. Напишите в комментариях, что вы хотите видеть. Вот этот фидбэк действительно важен, и я передам это видео разработчикам, они будут смотреть, что вы напишите. Может быть, вы хотите вот что-нибудь типа того, что было в своё время с Фабарм Престиж, такой классный полуавтоматический дробовик душевный. Или, возможно, друзья, вы ностальгируете по тем временам, когда на карте Крепость вы разносили всю команду противника, используя дробовик Сайга-12С до макроса на неё душевный. Хорошо было, сука. Но, так или иначе, ваш фидбэк действительно важен, его действительно прочитают, в крайнем случае нет, и сделают определённые выводы, которые почти наверняка повлияют на конечный вид оружия, и главное, на его свойства. И ты думаешь, разработчики правда прислушаются? Не сомневаюсь, капитан Очевидный. Собственно говоря, для этого у нас и существует, что ПТС, что Супер Теслу, что всё остальное, где можно обсудить новинки. Разработчики хотят видеть фидбэк. Конечно же, вне всяких сомнений, друзья, они прислушаются. Во всяком случае, мне хотелось бы в это верить. Да.